Делегация Чувашской Республики вернулась с 16-го съезда партии «Единая Россия». Кроме выборов нового руководства, единороссы наметили пути развития, обсудили прошедшую избирательную кампанию. О том, как прошел съезд и какое впечатление оставило его участников в репортаже Татьяны Молоковой и Андрея Шоклева. Более 700 приглашенных и делегатов, более 2000 журналистов, всего более 3000 человек участвуют в работе 16-го съезда партии «Единая Россия». Но, конечно же, основная жизнь кипит здесь, на втором этаже 75-го павильона ВДНХ, где расположен пресс-центр. Именно здесь работают журналисты со всей России, от Калининграда до Сахалина. Именно отсюда улетают во все уголки нашей страны новости о работе съезда. Абсолютное большинство голосов, которые набрали партийцы – главный успех минувшего года. Так приветствовал делегатов председатель партии Дмитрий Медведев. Доверие избирателей – результат работы в предшествующие пять лет. В частности, реализация многочисленных партийных проектов. Только в Чувашии за короткий срок было построено 50 детских садов. Отремонтировано более 100 спортзалов в сельских школах. Обязательной для исполнения стала и предвыборная программа партии. В ее основу легли наказы, которые собирали весь прошлый год. Экономика роста и благосостояния, здоровое будущее, социальная и аграрная политика, умная сила и культурное лидерство – именно эти направления обсудили на площадках съезда. Семь площадок дискуссионных, все злободневные темы жизни наших россиян будут обсуждаться на этих площадках. Люди будут делиться нашей коллеге своим опытом. Есть, конечно, большая возможность пообщаться с другими регионами, с другими городами, потому что опыт – это очень важная возможность продвигать свои программы вперед. На площадках работали не только депутаты Госдумы, сенаторы и делегаты съезда, но и министры федерального правительства. Министр образования Ольга Васильева напомнила, что в стране строятся новые школы, появляются новые современные учебные места, реализуются меры по модернизации образования. Но при этом есть и недостатки. По-прежнему дети учатся в три смены, нет современных учебников, многие школы в аварийном состоянии. Поэтому сейчас в стране заработал проект по софинансированию строительства школ в регионах страны. Мы посвятили несколько партийных проектов именно образованию, это в том числе и курируемый мной партийный проект. Есть приоритеты, которые мы должны продвигать, они закреплены у нас сейчас в предвыборной программе партии, которая должна реализовываться, потому что да, выборы закончились, но жизнь продолжается. По итогам работы на семи дискуссионных площадках сформулируют тезисы, из которых будет формироваться новая программа. Ее направят в правительство страны для дальнейшей работы. На съезде было отмечено, что сейчас надо работать над новыми партийными проектами. Городская среда, парки малых городов, местный дом культуры, а также театры малых городов. Политическая партия «Единой России» является главным, мощным политическим ресурсом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Съезд был отчетно выборным. На нем делегаты избрали руководство партии и членов Высшего и Генерального Советов «Единой России». В состав последнего вошли и представители Чувашии. В частности, Алена Оршинова переизбрана, а Николай Милин впервые стал членом Генерального Совета партии. Мы не стоим на месте. Строить совершенно по-новому. Если мы говорили на уровне регионального отделения, что 30% сегодня должны представлять членов первичной организации, то сегодня на съезде принято решение, чтобы Генеральный Совет 30% формировался из состава руководителей первичной организации. На съезде также признали, что процедура предварительного голосования стала эффективным инструментом привлечения в партию новых активных сторонников. И поддержали предложение Дмитриева Медведева сделать эту процедуру ежегодной. Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Республика.